Что каждый из нас может и должен сделать для того, чтобы продлить свою жизнь? Если сравнить людей с низкой мышечной массой, с теми, у кого высокая мышечная масса по мере старения, то у людей с низкой мышечной массой риск общей смертности увеличивается примерно на 200%. Курение повышает риск общей смертности примерно на 40%. Если рассмотреть кардиореспираторную физическую форму, разница еще более значительна. Здесь речь идет о пятикратной разнице в общей смертности. Давайте начнем с нескольких вещей, которые вы уже упомянули. Курение. Насколько оно увеличивает риск общей смертности? Курение повышает риск общей смертности примерно на 40%. Это не значит, что ваша продолжительность жизни сократится на 40%. Это означает, что в любой момент времени ваш риск смерти на 40% выше. Теперь возникает вопрос, как можно это улучшить? Какие действия помогут снизить этот риск? Мы делаем это, сравнивая людей с низкими и высокими показателями по различным метрикам. Если посмотреть на разницу между людьми с низкой мышечной массой и высокой мышечной массой, то каково улучшение? И оно довольно существенно. Примерно в три раза. Если сравнить людей с низкой мышечной массой и тех, у кого высокая мышечная масса по мере старения, то у людей с низкой мышечной массой коэффициент риска общей смертности примерно в три раза. Или на 200% выше. Теперь, если внимательнее изучить данные, можно заметить, что это, вероятно, связано не столько с самой мышечной массой, сколько с высокой корреляцией с силой. И когда начинаешь отдельно рассматривать силу, становится ясно, что слабая сила мышц может увеличить риск смерти примерно в три с половиной раза. Или на 250%. Обычно для этого используют такие показатели, как сила хвата, разгибание ног, приседания у стены и подобные упражнения. Например, как долго вы можете сидеть в приседе под углом 90 градусов без поддержки. Это отличный способ продемонстрировать силу подрицепсов. Или разгибание ног, сколько веса вы можете удерживать и как долго, в зависимости от массы тела и тому подобное. У нас есть целая программа для развития силы, которую мы используем с нашими пациентами. И она называется SMA, что расшифровывается как оценка силовых метрик. Мы проводим 11 сложных тестов. Например, как долго вы можете висеть на турнике, удерживая собственный вес. Мы стараемся быть более детализированными в этом подходе, но при этом связать его с основными принципами здоровья. Если рассмотреть кардиореспираторную выносливость, то разница еще более значительна. Если сравнить людей, находящихся в нижних 25% по уровню ВО2Макс, максимальному употреблению кислорода для их возраста и пола, с теми, кто находится в диапазоне от 50 до 75%, риск смертности примерно в два раза выше у тех, кто находится в нижних 25%, по сравнению с теми, кто находится в среднем диапазоне 50-75%. А если сравнить нижние 25% с верхними двумя целыми пятью, с десятитысячными процентами элитой для своей возрастной группы, риск смерти увеличивается в пять раз. Разница для этих групп по уровню смертности составляет 400%. Это, вероятно, самое сильное соотношение, которое я когда-либо наблюдал для привычек, которые можно изменить. Может, мы могли бы обсудить конкретику тренировок, которые помогут достичь топовых двух уровней, потому что похоже, что кардиотренировки дают огромные положительные результаты. Их эффект намного превышает те цифры, которые я вижу, скажем, от добавки А и добавки Б. Ну, знаешь, это прямо моя боль в жизни. Меня раздражают бесконечные споры о том, какая добавка лучше одна или другая. Я считаю, что не стоит даже начинать такие споры, пока у тебя не налажен режим тренировок. То есть сначала нужно привести в порядок свою физическую активность, а уж потом можно обсуждать нюансы добавок. Это как спорить о нюансах твоей кето-диеты против нюансов палеодиеты или веганской диеты. Все эти споры бессмысленны, пока ты не наладил свою физическую форму. Пока ты не можешь делать становую тягу с весом собственного тела на 10 повторений, не стоит даже начинать эти разговоры. Или, например, пока твой VO2 Max не достигнет хотя бы 75%, пока ты не сможешь висеть на турнике хотя бы минуту и сидеть у стены в приседе хотя бы 2 минуты. Мы можем перечислить множество таких простых целей, которые должны быть выполнены в первую очередь. Вис на турнике около минуты — это отличная цель для многих людей, минимум 2 минуты для более продвинутых. Это наша цель. Мы считаем, что для женщины в возрасте 40 лет цель удерживать вис 1,5 минуты, а для мужчины — 2 минуты. Мы корректируем эти показатели в зависимости от возраста и пола. Отлично. А что насчет приседа у стены? Мы не используем приседа у стены. Какие показатели должны быть? Мы делаем обычные приседания без веса под углом 90 градусов. Насколько я помню, 2 минуты — это стандарт как для мужчин, так и для женщин в возрасте 40 лет. Отлично. Но поскольку для некоторых людей VO2 Max может быть сложным понятием, и у них может не быть оборудование для его измерения, что можно предложить в плане кардиотренировок? Например, пробежать милю за 7 минут или меньше, или 8 минут или меньше? Это хороший вопрос. Есть отличные онлайн-калькуляторы VO2 Max, куда можно ввести свою текущую физическую активность. Это может быть велосипед, бег или грибновой тренажер. И они могут дать вам представление о вашем уровне. Раньше я знал все эти показатели, но теперь, когда провожу тестирование, уже не помню их наизусть. Именно такой подход. Можешь ли ты пробежать милю за определенное время? Если можешь, то твой VO2 Max будет примерно на таком уровне. Да, ты упомянул становую тягу с весом собственного тела на 10 повторений. Мы это не включаем в наши тесты. Мы используем упражнения прогулка фермера. Для мужчины мы говорим, что нужно уметь нести свой вес в течение двух минут. То есть это половина вашего веса в каждой руке, и вы должны быть способны ходить с этим весом в течение двух минут. Для женщин, кажется, мы используем 75% от массы тела, что-то в этом роде. А по сути это проверка силы хвата и подвижности. Для некоторых людей ходьба с таким весом вначале может быть действительно сложной. Мы также используем различные тесты, такие как вертикальный прыжок с коробки и подобные упражнения. Мы действительно пытаемся охватить различные аспекты, и это процесс, который постоянно развивается. Я думаю, что со временем тест будет становиться все более детализированным, поскольку мы продолжаем его улучшать. Разработка этого теста заняла у нас около года, и большую часть работы проделала Бет Льюис. По сути, я просто сказал ей, Бет, изучи литературу и собери лучшие упражнения, которые могут служить показателями для того, чтобы стать, как мы это называем, суперкрутым столетним десятиборцем. Человеком, который в последние десятилетия своей жизни сохраняет отличную физическую форму.